Всем привет-привет! Меня зовут Женя. Как и обещала, снимаю видео о вещах. Давно я не снимала такого рода видео о покупках. Заглянула недавно в шкаф и поняла, что да, пора снимать, потому что осенних вещей много. И в этом видео покажу не только вещи, а еще и аксессуары. Так что поехали! Ссылки и названия брендов вещей я оставлю под этим видео, потому что сейчас я не вспомню бренды и названия магазинов, потому что что-то я давно приобрела, что-то недавно. Я поэтому лучше потом посмотрю, найду для вас и напишу под этим видео в описании, не забудьте посмотреть. В последнее время большую популярность набирают рубашки оверсайз. Это рубашки, безразмерные рубашки, как будто вы с мужа своего или с парня сняли, или с толстого мужика. Надели их на себя и пошли. Это сейчас очень модно и осенью, когда холодно, не хочется особо выряжаться, хочется надеть какие-нибудь теплые лосины или теплые колготки черные. И какую-нибудь рубашку с рукавом. Обожаю носить не только рубашки оверсайз, вообще любую одежду такого кроя, потому что она скрывает все недостатки. Прикольно смотрится, знаете, не нужно заморачиваться, можно надеть с какими-нибудь кедами, либо ботильонами, ботинками и пойти напялить теплые колготки или теплые лосины. Я в этой рубашке уже видео снимала, здесь рукава можно закатать, можно повязать ее на бедра, можно просто застегнуться, можно не застегиваться, надеть под черную или белую майку. На свою днюху я надевала вот это платье шерстяное. Это платье украшено вот такой фурнитурой серебряного цвета, бусинки и стразики. И знаете, несмотря на то, что это платье недорогое, но смотрится это платье очень классное, я получила кучу комплиментов, оно шерстяное, теплое, тоже как бы оверсайз, на беременных, мне кажется, будет самый райс. Смотрится оно очень нарядное и стильное. Осень, пора утепляться, да, зима на носу, поэтому у меня аж целых шесть палантинов. Они очень клевые, они такие мягкие, вы даже себе представить не можете. У меня не было никогда таких качественных шарфиков. Made in Italy. Холодные оттенки мне идут, посмотрите, да, здесь коняшки и подковы. Мне понравился безумно этот палантин. Он состоит из шерсти, шелка и кашемира. Размер здесь 2 метра на 70 сантиметров. Какой же он мягкий, вы даже себе не представляете. Я в полном восторге, в полном кайфе. Вот так утром, такой холод, и вот знаете, как на внешнем палантин, больше ничего не надо. Можно нам в голову накинуть, знаете, вот так вот укутаться и пойти. Вот. Ссылку, кстати, я оставлю под видео на интернет-магазин, где я заказывала. Еще один сейчас покажу. Это тоже космос, посмотрите. Во-первых, его можно, наверное, сжать и засунуть, я не знаю, в коробочку. Здесь бордовый переходит в серый. Это космос. Он еще шире, чем первый, который я вам показывала. Состав здесь модал и шелк. Он очень приятный, очень качественный, нежный, тонкий, но в то же время такой мягкий. Я, знаете, в полном восторге, и мне так нравится этот градиент. Чикошный, да? Космос, космос просто, девчонки. Я в Алма-Ате у нас нигде не видела такие палантины. Следующая расцветка тоже очень нежная. И он такой мягкий, я не могу, я сейчас заплачу, он как котенок. Палантин состоит 100% из шерсти. Ну, прям украшаю. Мне кажется, можно каждый год носить одну и ту же куртку кожаную, черную, да, или коричневую, но менять палантин, и вы будете всегда разная. Я не могла пройти мимо вот этой расцветки, знаете, руссконародная расцветка, руссконародный красный наш принт, ну, красивейший. Тоже здесь 100% шерсть, он очень нежный. А какой красивый, посмотрите, как он украшает. Вот этот у меня потоньше, он из хлопка сделан. Это я брала, знаете, вот на весну, на лето. Если в поездку куда-нибудь поеду, то тоже я его возьму с собой. Тоже красивый очень принт, расцветка хорошая. Но этот самый тонкий и цвет бордовый, опять же. Очень красивый цвет, цветочек. Посмотрите за мной в инстаграме, прекрасно знают, что я собралась идти на Казахстан Fashion Week. Это платье дизайнерское нашего казахстанского дизайнера. Пентатоника бренд называется. Оно космическое, это платье. И я придумала целый образ, как я его надену, с чем я его надену. Я рисовала примерно свой образ в голове. Вот когда я его увидела в этом магазине, я вот поняла, все это оно. И я в этом платье пойду на КФВ. Я буду всего на Казахстан Fashion Week один день. Это последнее, 15-го, да, 15-го числа. С ремешком. И к нему я купила там же в пентатонике. К этому платью просто волшебно эти перчатки подходят. Они необычные. Они не такие, как обычно привыкли. Мы перчатки на пальцы, они просто на руку надеваются. Кожаные. Тоже все это ручная работа. Я обожаю дизайнерские вещи. И знаете, парадокс в чем? Что сейчас здесь дизайнерские вещи стоят практически так же, как и вещи в мега-центре или на базаре. Дизайнеры наши, казахстанские, мне кажется, и российские, украинские и так далее, грузинские, они сейчас шьют вещи, доступные для народа. Но зато вы будете ходить в чем-то таком эксклюзивном, необычном. Это платье фри-сайз, любой размер универсальный. И, по-моему, здесь стопроцентный хлопок. И юбка этого же дизайнера пентатоника. Здесь 6 метров ткани. Представляете? Эту юбку не нужно гладить, потому что здесь такая специальная ткань. Она как будто немного помятая, создается такой эффект. Многие написали мне в инстаграме, блин, ты ее замучишься гладить. На самом деле ее не нужно гладить, потому что здесь специальная такая пожеванная ткань. И она смотрится, эта юбка космически, круто вообще. Если кому-то интересно, посмотрите в инстаграме. Я там даже видео небольшое сняла. В инстаграме вы видели этот костюм уже Пижоне. Я в нем фотографировалась. И нашла я его в Алматы у нас. Он очень теплый. Я этот костюм просто обожаю, потому что утром, когда отводишь дочку в детский сад, ты не знаешь, что на себя надеть так холодно. И вы уже думаешь, пофиг, надену этот костюм. Я уже приходила, наверное, раз 10 по утрам в этом костюме. И на меня все мамаши так смотрят и думают, бедняга, наверное, нет денег на одежду или нечего надеть. Ходит в одном и том же костюме. А мне это все равно, потому что он теплый. Этот спортивный костюм с начесом. Хочу показать вам еще домашнюю одежду. Этот костюмчик я показывала вам в инстаграме. Бренд Pettit Pass. Когда-то его рекламировала Виктория Боня. Она была лицом этой компании. Может, даже сейчас она и осталась лицом. И мне так понравился домашний комбинезончик кораллового цвета. Здесь, посмотрите, на рукавах вот такие шелковые вставки. И пояс тоже такой же, шелковый. Очень приятная ткань. И, знаете, обычно привыкли, что дома мы ходим как шаромышки, да? Потому что пофиг, мы дома, нас никто не видит, да? А здесь, получается, ну, вдруг гости придут. Или, ну, перед мужем как-то походить охота симпатично, да? Как-то элегантно, что ли, как леди. И вот такие костюмчики, это в самый раз. Но, знаете, он не смотрится как домашняя одежда. Вот я, когда была на море, я ходила в нем, выходила на улицу. Там мы ходили, гуляли. И никто там не смотрел на меня, типа, она в домашней одежде. Нет, такого не было. И тапочки мне очень понравились. Они с шелковыми бантиками, вот такими. Подходят прям под костюм. И 41 размер. У меня размер ноги 40-41 колеблется. В зависимости от бренда. Если это добротный американский бренд, у меня 1 в 1 размер. А если там, не знаю, маломерки какие-то обычно шьют, то не подходит мне 40 даже иногда. Поэтому вот 41 специально заказала. Они мне вот как раз, тютелька в тюк. Еще мне на день рождения Джамиля, подружка моя, подарила сумку. Чампо Марзио. Итальянская вот такая оранжевая сумочка. Клач в такой цвет сейчас модный. Оранжево-кирпичный. Я жду какого-то особого случая, чтобы ее выгулить. Еще одна классная сумка. Я от нее тоже в восторге. У нее присутствуют тоже оранжевые мотивы. Но это серая. Кожа змеи. Здесь раскрытая сумка. Она не только на магните. Плюс еще здесь защищает вот такой замок. Это мне нравится. Потому что вы даже заметите, вот на этой сумке нет замочка. Она сразу получается на магнитиках и открытая. А здесь еще дополнительный замок. Это мне нравится. Это уже как-то побезопаснее. Когда я была в Европе, мне доставили этот рюкзак. Я, блин, подумала, как жалко, что мне его раньше не доставили. Потому что я взяла с собой рюкзак. Помните, я показывала, у меня такой кожаный есть. У него вот эти лямки очень тонкие. И когда вы его загружаете аппаратурой, кошелечком, еще чем-то, помадкой, зеркальцем, вы несете, и вот эти все тонкие лямки впиваются вам в плечи. Поэтому я советую, если вы путешествуете, то берите рюкзак с широкими мягкими лямками. Потому что вы по-любому будете его загружать там чем угодно. И эти лямки будут просто вам впиваться в плечи. Это невыносимо. Если вы гуляете по 5 часов, как мы, или там по 10 часов, мы вот реально столько гуляем большого размера. У нее замочки все, знаете, как будто маслом помазаны. Такие гладенькие. Так хорошо расстегиваются. Множество карманов. И сюда помещается ноутбук, по-моему, диагональю, да, 17. Не 15-й, а 17-й. Потому что у меня Lenovo большой 17-й. Вот он ни в одну сумку мою не помещался, а сюда помещается. Снаружи леопардовый такой принт, а внутри баксы. Аэропорты, вокзалы. С того же магазина, у меня как раз, видите, наполнен рюкзак. С того же магазина просто вот эти все вещи. У меня крутецкие наушники желтого цвета. Там были разных цветов, но я захотела именно желтый, потому что желтый цвет мне всегда поднимает настроение. Я хочу уговорить своего мужа снять челлендж шепот ютубера. Я обожаю этот челлендж. Я всегда, когда его смотрю у других блогеров, я просто обсыкаюсь от смеха. Он настолько смешной, но мне кажется, что он невероятный. Недавно я снимала видео про красную нитку в этом костюме. По-моему, Moscow Chic. Если да, то я оставлю под видео в описании ссылку. Это очень классный костюм. Здесь жилетка длинная такая, удлиненная, попку прикрывает. И брючки в обтяжку на завышенной талии, укороченные немного. Здесь очень модные вставки, и это тоже дизайнерская вещь. Вот заметь, дизайнерские вещи, они очень отличаются вообще. Фу, все, закончила. Показывать, что-то аж сердце закололо. Говорят, что когда колет с левой стороны, вот здесь под грудью, это не сердце. Но мне вот всю жизнь казалось, что это у меня сердце колет. А многие говорят, если на самом деле сердце болит, то отдается в спине. Так вы думаете? Это правда? Ну, может, кто-то знает. Вот у меня что-то сейчас колнуло вот здесь под левой грудью. И мне кажется, что у меня сердце заболело. Все, умру сейчас. Ну что, девчонки, буду с вами прощаться. Говорю, девчонки, я думаю, мальчишкам неинтересно было это видео про вещи смотреть. Вот, поэтому, девчонки, спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok